Коллеги, добрый день! Сегодня мы с вами продолжим изучать ClickSense, посмотрим, как выглядит код в редакторе загрузки данных, посмотрим, что такое мастер меры, мастер измерения, в принципе, что такое мастер items, и, я думаю, разберем много чего интересного еще. Давайте запустим наш проект, который мы создали в прошлом видео MyFirstApplication. И откроем редактор загрузки данных. В редакторе загрузки данных происходят все вещи, связанные с изменением кода, здесь можно создавать новое подключение, подключаться к данным, сразу же их загружать, преобразовывать под наши нужды и создавать нашу модель данных вот здесь, в коде. Рассмотрим поподробнее, что мы видим. Слева это меню вкладок, мы можем создавать различные вкладки и хранить там код сегментированно. Это необходимо делать, когда у вас действительно много кода, много различных таблиц загружаются и какая-то сложная логика загрузки, преобразования данных. Тогда вам это очень сильно поможет структурировать свой код, чтобы не было большой мешанины. Вы создаете просто необходимое количество вкладок и разбиваете свой код по этим вкладкам. И тогда у вас будет возможность всегда контролировать то, что происходит с вашим кодом. Посмотрим, что происходит в автоматически созданном разделе, вот в этой вот вкладочке автоматически созданное. Можно видеть, что в данном разделе с помощью команды load создается наша табличка, загружается наша табличка. Это код, созданный автоматически через диспетчер данных. Когда мы загружали таблицу в диспетчер данных, он автоматически создал этот код. Мы его сейчас поменяем, но для начала посмотрим еще вкладочку main. Вкладочка main хранит в себе различные настройки, связанные с отображением, форматом даты, со всякими штуками, как будут называться месяца, как будут они называться в коротком смысле, в длинном варианте в своем. Здесь можно тоже покопаться. Обычно сюда подгружаются те же данные, которые находятся у нас в системе. И мы не будем сейчас это трогать, мы не будем сейчас это менять. Вернемся обратно в автоматически созданный раздел. У нас есть большая кнопка разблокировать. Что она делает? Она отвяжет логику загрузки данных от нашего диспетчера данных. После разблокировки у вас разорвется связь с диспетчером данных. Давайте нажмем кнопочку сохранить и посмотрим, как это выглядит. Видите, ваша табличка потерялась. Вы теперь не можете менять ее, смотреть, как она выглядит. И если бы там были какие-то дополнительные связи, вы не могли бы их больше настраивать и взаимодействовать. Чтобы разобраться в том, что здесь написано, в первую очередь мы это все удалим. Мы удалим этот раздел и удалим данный коннектор, данное подключение. Во-первых, создадим новую вкладочку. Так и оставим название раздела, не будем его менять. И нажмем кнопку создать новое подключение. Для того, чтобы создать новое подключение, нам необходимо нажать на вот эту кнопку, которая называется создать новое подключение. Клик нам предложит сразу на выбор очень много различных вариантов, как мы можем подключаться к своим данным. Я выберу вариант папка и пропишу просто путь, в котором у меня лежат мои файлы. Назову его тестовый коннектор. После ввода названия и выбора папки мы можем нажать кнопочку создать и наш коннектор появится здесь. Коннектор можно либо удалить, либо отредактировать, либо посмотреть данные, выбрать их, какие там хранятся. Я нажму на кнопку выбрать данные и выберу свои тестовые данные. Опять же, нажимаем кнопку выбрать и появляется достаточно привычный уже нам редактор вот этих вот таблиц. Проверяем, что все хорошо, что у нас нигде не запутана кодировка, что у нас проставлены правильно названия столбцов. И вот такой вот код Клик предлагает нам вставить в наш скрипт. Нажмем «Вставить скрипт» и он автоматически добавляется в нашу вкладку раздел. Что нам остается здесь делать? Нам остается задать имя таблицы. Тестовая таблица. Давайте разберем синтаксис. В первой строке идет наименование нашей таблицы. Как таблица будет называться в последующем. Дальше сам оператор load, который загружает данные. Дальше идет перечисление названий колонок, названий полей, которые мы будем загружать. Пром – это откуда мы их загружаем. Лип – это наша библиотека. Вот этот наш список коннекторов. Лип – это указывает на то, что нам нужно взять тестовый коннектор, вот этот, из нашей библиотеки коннекторов. И конкретный файл, который мы загружаем. После этого в 15-й строке небольшой перечень правил, как мы должны загружать эту таблицу и как мы должны с ней взаимодействовать. Сейчас чуть поподробнее разберем название полей. Если присмотреться, то видно, что двойные кавычки есть в начале и в конце наименования поля. Что это и зачем это нужно? Если мы их уберем, двойные кавычки, то у нас все сразу станет некрасивым красным. Почему это происходит? Потому что у нас здесь есть пробел между формат-субформат и ключ. Клик воспринимает это как два разных слова. Не одно поле, а два разных. Если мы сделаем, например, через нижний почерк, он будет воспринимать его снова как просто название поля, не как какую-то команду. Или, чаще всего, кстати, пишут вот в таком вот виде. Просто квадратные скобочки, открывающие и закрывающие. Это то же самое, что и двойные кавычки в данном случае. Но принято использовать вот именно квадратные кавычки, поэтому смело ставьте квадратные кавычки, желательно на каждое поле. Видите, здесь, допустим, номенклатура одно слово, и клик автоматически не проставил двойные кавычки, потому что в этом нет необходимости. Но для единообразия стоит все-таки использовать вот такие вот квадратные кавычки. Еще такой небольшой лайфхак. Запятые можно ставить не в конце предложений, а в начале, чтобы удобнее было, если мы, допустим, сделаем вот так, и не захотим загружать поле номенклатура, мы сможем его просто закомментировать. Сделать так. Но просто учтите, держите в голове, что так можно делать. Вернем обратно запятые, как они были. И доделаем наши двойные кавычки на квадратные, чтобы все было красиво. Так. Теперь про запятые. В конце каждого поля у нас стоит запятая. Это стандартный синтакси, чтобы клик мог отделить одно поле от другого. Но в конце запятая принципиально не ставится, чтобы было явно понятно, что это поле последнее. И больше не стоит ждать никаких других полей. Не надо ничего загружать. Если мы поставим здесь запятую, у нас опять все подсветится красным. И после нажатия «Загрузить данные» нам клик выдаст следующую ошибку, что где-то произошла проблема. Поэтому уберем запятую и снова пересохранимся. Дальше, опять же, если мы забыли где-то поставить кавычки и попробуем загрузить данные, нам также клик выдаст ошибку, что мы пытаемся загрузить какую-то ерунду, что мы пытаемся выполнить какую-то ерунду. Вернем все и нормально, адекватно загрузим данные. Нажимая кнопочку «Закрыть». Теперь наша таблица загружена. Мы можем посмотреть, как она выглядит с помощью просмотра моделей данных. Просмотр моделей данных дает понимание полной картины, сколько таблиц у нас загружено, как они взаимодействуют друг с другом и как они выглядят. В данный момент у нас загружена только одна тестовая таблица. Мы можем нажать на нее и посмотреть в предварительном просмотре, как она выглядит, какой-то срез ее данных. Мы видим, что тут всего 90 тысяч строк и 11 полей. И вот так вот выглядят данные. Давайте добавим сюда еще одну таблицу из нашего коннектора. Нажмем на «Добавить таблицу», выберем таблицу «Факт». Здесь у нас нормально подхватились имена столбцов, поэтому просто нажимаем «Ставить скрипт». Тоже поменяем на «Квадратные скобки» имена полей. И нажимаем «Загрузить данные». Все успешно загрузилось. Смотрим на модель данных. Теперь у нас есть две таблицы. Это наша тестовая таблица и тест-чеки. Давайте ее сейчас переименуем, кстати, в какую-нибудь таблицу факта, наверное, или таблица номенклатуры, потому что товарная группа 23 – это и есть наша номенклатура. Если смотреть по номенклатуре и по товарной группе, это будут одни и те же значения. Там содержатся одни и те же значения. Что нам нужно сделать? Нам нужно сопоставить, что вот номенклатура здесь и товарная группа 23 здесь – это одно и то же поле. Как это делается? Давайте назовем эту таблицу таблица номенклатура и поменяем название поля. Забыли двоеточие. Не забывайте двоеточие, чтобы код адекватно воспроизводился. Пишем ключевое слово «s-как». И здесь напишем номенклатура, нижний почерк, ключ. Что мы сделали? Мы написали в скрипте, чтобы клик воспринял товарную группу 23 как поле номенклатура ключ. И теперь это поле у нас будет называться не товарная группа 23, а номенклатура ключ. Мы сейчас это скопируем и сделаем то же самое с полем номенклатура. Нажимаем «Загрузить данные». И если все было сделано правильно, корректно, то в модели данных мы увидим, как у нас появилось ключевое поле. Номенклатура ключ, которая, собственно, связывает эти две таблицы. Таблица номенклатура и тестовая таблица по одинаковому полю. Теперь, выбирая какие-либо элементы из тестовой таблицы, мы сможем также видеть значения из поля «Трафик». Сейчас мы как раз это и проверим. Возвращаемся на наш лист. Сразу видим, что наша визуализация слетела. Все потому, что у нас нет данных по поводу поля номенклатура. У нас изменилось название поля. Теперь это у нас номенклатура ключ. Все, и наш поле снова вернулось обратно. Но мы помним, что у нас добавилась новая таблица, и в этой таблице у нас есть еще одно поле. Мы сейчас как раз... Давайте просто... А, мы можем просто вот этот KPI, он нам не нужен поменять на новое поле. Что мы делаем? Мы удаляем старое поле и выбираем здесь таблицу, свежую тестовая таблица, точнее номенклатура. И здесь выберем «Трафик». Просуммируем, сколько чеков было по данной номенклатуре. Нажимаем кнопку «Вставить», и он добавился там, где был курсор мыши, там, где у нас вот такая мигающая штука была. У нас добавилось наше поле. Нажимаем «Применить», и видим, что у нас всего было 128 миллионов записей по чекам. Нажимаем «Изменение завершено», и можем теперь выбрать что-то не связанное с номенклатурой, а там томаты, бананы и масло коровье. Сразу видим данные из другой совершенно таблицы. Как работают ключевые поля? Что же касается «MasterItems», «MasterMere» и «MasterIsmering»? Для этого мы сделаем чуть более сложную формулу. Вообще у нас есть такой оператор, как AVG, который вычисляет среднее значение. Мы его примем и видим, что среднее значение было 1648 по данным группам, но мы попытаемся получить то же самое с помощью немножко сложной формулы. Мы возьмем сумму по трафику и разделим на каунт на количество. Тоже по трафику. Скопировали, вставили, нажали кнопку «Применить». Вот, у нас получилось то же самое значение, но с более сложной формулой. Допустим, мы теперь хотим использовать эту формулу в нескольких разных местах. Мы можем просто ее скопировать везде. Допустим, вот здесь скопировали эту формулу и добавили, например, вот сюда как дополнительную меру. Вот. И, кстати, у нас вот появилась как раз разбивка в нашем графике по бананам, средняя продажа чеков по маслу и по томатам. Но вдруг нам захочется узнать не просто это значение, а удвоенное, умножим на 2. И нам придется вносить эти изменения в каждую добавленную формулу. То есть вот сюда нам придется внести, сюда. И если эта мера использовалась в разных частях нашей программы, то надо будет пройтись по каждому этому месту и внести данные изменения. Но клик предлагает сделать другие интересные вещи, например, он предлагает использовать основные элементы. Что такое основные элементы? По сути, это шаблон, предустановленный шаблон, который мы можем использовать вот по всей нашей программе. Давайте создадим, зайдем в основные элементы, в меры и создадим мастер меру. Например, назовем ее средняя продажа. Выражение введем в сумму, деленное на каунт. Нажмем кнопку «Применить» и «Создать». Кстати, тут же можно добавить описание, добавить выражение для метки, чтобы поле менялось, если какие-то внешние причины заставляют его меняться. Выбрать формат чисел. Выберем здесь числовой, целый. И расставить какие-то теги, если у вас большое сложное предложение, вы сможете по этим тегам потом легко искать свои мастер меры и мастер измерения. Нажимаем «Сохранить» и поменяем в наших диаграммках все вот это на мастер меру. Для этого мы начнем вводить ее название. Название было «Средняя продажа». «Средняя продажа». Вот нам сразу высвечивается подсказка, что у нас есть мастер мера. Она так и фиолетовеньким выглядит цветом. Мастер мера «Средняя продажа». Все. Нажимаем «Применить». И мы видим, что у нас средняя продажа изменились. Здесь делаем то же самое. Удаляем, вводим «Средняя продажа». Выбираем, нажимаем «Применить». И теперь, если нам необходимо будет поменять эту формулу, мы просто заходим снова в «Основные элементы», выбираем нашу мастер меру, нажимаем кнопку «Изменить» и меняем здесь значение. Допустим, поделим все это на два. Нажимаем «Применить», «Сохранить». И вы видите, изменились значения и в этой табличке, и в этой табличке теперь у нас формула другая. В этом смысл. То же самое можно сделать с измерениями. Например, мы нажимаем «Создать измерения» и выбираем, как мы хотим преднастроить измерения. Допустим, выбираем какой-то продажи рубли. И здесь можно написать, поменять, допустим, имя, добавить описание, добавить теги для более быстрого поиска. Подготовить их, так сказать, для использования в визуализациях. Но также здесь есть более интересная вещь, такая как детализировать. Это так называемое «Drill Down» измерения, которые вложены друг в друга и позволяют производить детализацию внутри измерений. Сейчас покажу, как это выглядит. Например, выберем товарная группа 20. Дальше выберем товарная группа 21. Товарная группа 22. И, наконец, выберем номенклатура «Ключ». Поле. В качестве имени назовем этот товар, например. Нажимаем. Также можно добавить описание, теги. Нажимаем кнопку «Создать». У нас создается «Drill Down» измерения. Чтобы продемонстрировать его работу, во-первых, нажмем «Изменение завершено» и уберем выборку по товарным группам. Вернемся обратно. И в нашей столбчатой диаграмме удалим измерение «Товарная группа» и перетащим это измерение «Товар». Что мы сейчас здесь видим? Мы видим большой столбик, который обозначает «Ну» значение. Сейчас мы его не будем рассматривать. Для большей наглядности развернем вкладочку «Товар» и уберем галочку «Свключить пустые значения». И опять же, для большей наглядности, во-первых, удалим средние продажи, они здесь больше не нужны. И мы видим, здесь есть ошибка, подсвечивается красным. У нас та же проблема, что номенклатура поменялась на номенклатура «Ключ». Нажимаем «Применить». Снова видим все наши разбивки по количеству номенклатур. Посмотрим, как работает «Дрилдаун измерения». Сейчас у нас выбрана товарная группа 20. Попробуем детализировать промышленные товары. Для этого мы нажмем на «Промышленные товары» и нажмем на галочку «Подтвердить выборку». Наша товарная группа развернулась на следующую товарную группу, на более глубокий уровень. И мы видим, что здесь еще куча всяких штук, разбитых по количеству содержащихся номенклатур. Выберем «Сделай сам». И дальше выберем уже «Крепежи». Вот. И мы видим, что у нас есть детализация. Болты, гвозди и прочие вот такие штуки. Мы прошли весь путь от товарной группы до нашей номенклатуры. Можем вернуться на любую из них и выбрать что-нибудь другое, и посмотреть, как оно выглядит. Вот такие вот вещи можно задавать через мастер-размерение. Также в мастер-айтемы можно добавить различные визуализации и состояния. Состоянием мы в данном курсе не будем разбираться, а с визуализациями это достаточно просто. Нам нужно выбрать интересующую нас визуализацию, нажать на ней правой кнопкой мыши и нажать «Добавить к основным элементам». «Придумать ей имя». Давайте назовем просто KPI. Какое-нибудь выражение, описание, теги. Все стандартно. Можно проставить, чтобы было удобнее пользоваться. Нажмем «Добавить». Что нам это дает? Теперь мы можем без предварительных настроек вставлять ее на любые листы нашей визуализации. И если мы, допустим, поменяем ее в одном месте, сделаем, например, не средняя продажа, а сумм по продаже в рублях, то у нас это значение поменяется как на одном листе, так и на другом. В следующем видео мы с вами разберем, какие стандартные визуализации для Кликсенс, которые чаще всего используются при создании дашбордов, какие в них внутри визуализации есть настройки для достижения различных эффектов, ну и сколько там можно использовать мастер-мир и мастер-измерений, потому что в зависимости от визуализации мы можем использовать разное количество и получать различные результаты. Поэтому не забывайте подписаться на канал и прижать колокольчик, чтобы вам сразу же пришло уведомление о том, что новый выпуск вышел. А я был рад быть с вами сегодня. Всем пока и удачи. Увидимся.